ир я в эфире так видно ли меня слышно ли меня это запустилась коллеги видите ли вы меня слышите ли вы меня если видите и слышите то напишите в чате что вы меня видите и слышите есть народ подключается я боялся что не придет народ сегодня потому что я мне пришлось сдвинуть сдвинуть занятия на 10 утра по причинческим технином очень хорошо друзья я вам реально в прошлый раз забыл на прошлом занятии вам порекламировать нашу сценарную мастерскую поэтому я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс роман в нашей сценарной мастерской и ссылка находится у вас перед глазами и пожалуйста если вы хотите написать если бестселлер который вы хотите написать является романом если вы хотите написать роман у нас в нашей сценарной мастерской да гена привет то проходите по ссылке подайте заявку и займите место на курсе пока его не занял кто-то другой так сегодня мы с вами будем говорить о сюжете об удержании внимания читателя посредством сюжета прежде всего я хочу оговориться что сюжет и вообще история на самом деле далеко не обязательны для книги бестселлера и вполне может быть книга в которой вообще нет никакого сюжета например ну если ваша книга это сборник задач до или сборник заданий до например или там сборник советов до 100 советов молодой матери там вполне может не быть истории то есть если например у вас четко структурирована некая скажем так некий четко структурирован некий путь который человек читающий вашу книгу проходит то история скажем так сюжет пишет человек который проходит книгу да то есть в букваре сценариста там нет героя там нет сюжета но героем книги является человек который читает книгу и проходя выполняя задание по этой книге до человек пишет сценарий и соответственно да он идет каким-то путем то есть может быть такая может быть такая история до когда по сути героем вашей книги является читатель и вы читатели ведете по некой пошаговой схеме да то есть говорите а вот сейчас вам нужно сделать вот это сейчас вам нужно сделать вот это да и человек выполняя эти задания да он проходит некую историю может быть такое но и действительно может быть абсолютно не не структурировано через историю далее может не иметь какой-то общей истории например мои книги волшебные пендели единая и ленивая скотина да они не имеют сюжета да там нет единого сюжета но внутри естественно внутри глав там в каждой книге 42 главы каждая из них обособлена да каждую из них можно отдельно читать но внутри каждой главы да там есть свои истории да там например рассказывается история того как был побит рекорд в беге на милю и вот когда есть когда начинается история я заметил был такой был такой чувак ларсен он по моему по моему швед он приезжал кстати в москву автор концепция адской недели такой бизнес-тренер и у него не неплохая книга адская неделя и значит я читаю там следующий уже за адской неделей и вот эта концепция адская неделя она безумно популярна у него на родине и он проводит периодически в разных компаниях он проводит за деньги естественно да он проводит эти адские недели и значит и я читаю его очередную книгу где он опять какие-то мотивационные там задания дает и так далее так далее все это ужасно неинтересно потому что ну все это уже тысячу раз пережевана уже и там про это читал и сам про это читал нужно как-то не очень интересно вот и вдруг он начинает рассказывать историю про то как его компания его тренинговая компания до выйдя на нащупав вот эту нишу мотивации начала вдруг очень быстро расти и компания вышла на вошла в число там 10 самых быстро растущих компаний и у него очень быстро росла аудитория все очень-очень да то есть ну обычно обычно это самое обычная история инфобизнесмена да когда ты выходишь на свежий рынок эффект низкой базы дабы идет быстрый быстрый рост и человек думает а вот теперь у меня всегда будет так и потом очень часто бывает так что человек начинает очень быстро падать например я буквально буквально там на прошлой неделе слушал закрытый вебинар одной одного основателя одной компании в сфере образования которая ну вот два года назад просто вот никуда от нее не спрятаться было везде была реклама они зарабатывали там типа 80 миллионов в месяц рекламируя рекламируя курсы по запуску образовательных курсов и потом через какое-то время все это начал очень-очень быстро падать и она упала до там типа двух миллионов в месяц да просто люди в какой-то момент перестали покупать их сколько не рекламирую да все как бы нишу выжгли все кто хотели купить купили да и все начало падать а вот и в конце концов они там прикрыли проект и вот здесь то же самое он рассказывает про то что вот мы запустили сериал метод как бертран 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 ларсен я я боюсь ошибиться просто сейчас дайте я проверю рассказываю да эрик бертран ларсен значит и он запустил сериал метод бертрана и в котором он был главным герой и вот он героически решал проблемы самых разных людей вот и люди не стали смотреть этот сериал и он был снят они он все свои деньги вложил в этот сериал думаю что все он будет мега популярный после этого но после сериал был снят с эфира после там 2 что ли серии и он фактически разорился то есть он вынужден был закрыть свою компанию и просто дальше заниматься каким-то таким маленьким коучингом и вот это было невероятно интересно да то есть вот идет какой-то контент 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 и ты в конце концов да ты перестаешь этот контент воспринимать начинается история сразу же становится интересно поэтому я советую даже в бизнес книги даже в обучающие книги даже в любые но он фикшн книги я советую вставлять истории то есть может быть какая-то общая история структурированная да она может быть рамочная да то есть вы делаете некую рамку рассказывайте о том как человек вошел в тему и как человек этой темой интересовался я вам рассказывал историю про как светлана афанасьева у меня в коучинге писала книгу про продажи и вот соответственно да мы с ней прорабатывали ее личную историю как она осваивала изучала продажи эта история стала рамочной в во всей книге ну и плюс могут быть мелкие вкрапленные истории да когда вы иллюстрируя тот или иной тезис просто рассказывайте какую-то историю подтверждая подтверждая что называется да давай некий эмоциональный опыт который включает включает аудиторию в то что вы хотите людям продать идеи какие-то и так как мы строим историю вот сегодня мы будем говорить как раз таки об истории сложно на самом деле конечно сложно да все что я в там в мастерской в нашей даю там за три месяца до сложно дать в одном задании занятий но можно да то есть можно дать фундамент я хочу вам показать вот само основание истории да то есть на чем мы строим все остальное вот и основание истории это семь вопросов в своем и причем вот много из того наверно более или менее все что я вам сегодня буду рассказывать это то что не вы не прочитайте ни в каких других книгах никто вам не расскажет 7 эти вопросов да когда я начинал изучать сценарное мастерство я скажем так ну пытался понять основание да то есть пытался понять некую базу да то есть вот что обязательно надо делать для того чтобы история работала а что можно опустить и я видел что люди рассказывающие историю да они очень часто не видят фундамента да то есть не видят оснований не видят вот этих балок на которых держится вся история начинают сразу же какую-то обработку да то есть начинают грубо говоря в доме обои клеить а у него еще фундамент не построен и в конце концов постепенно работы над самыми различными историями и естественно изучая чужие истории я вывел формулу 7 вопросов сначала у меня их было 5 потом я добавил еще два и вот получилось получились эти семь вопросов я в мастерской я просто заставляют наизусть выучить и там по много раз повторяю да то есть чтобы ночью вас разбуди и в эти семь вопросов знали поэтому вот я исхожу из того что многие из вас после этого тренинга придут тоже в мастерской я уже начинаю вас эту мысль встраивать и так вот эти семь вопросов 1 где и когда происходит действие второе с какого события все начинается 3 кто герой вашей истории причем ответ на вопрос кто герой да это не там вася до ответ на этот вопрос чем этот человек нам интересен почему это герой да то есть ответ на вопрос обычная ничем не примечательная девушка до или обычный менеджер среднего звена это не ответ на этот вопрос да то есть почему нам должно быть интересно про менеджера среднего звена да то есть если он например там тайный киллер до тайный член ордена киллеров да как фильме особо опасен да тогда становится интересно да просто неинтересно дальше в чем его цель чего он хочет герой дальше кто ему мешает нужен противник нужен антагонист и что он делает для того чтобы достичь цели и дальше какой неожиданный результат он получает еще раз я повторяю где и когда происходит действие с какого события все начинается кто герой в чем его цель кто ему мешает что он делает для того чтобы достичь цели и какой неожиданный результат он получает вот как только вы давайте я вам кину в чат эти вопросы как только вы ответили что у меня не влезает видимо комментарий ограничен ограничивается количество как только вы ответили на эти вопросы на 7 этих вопросов все у вас есть история то есть вы уже понимаете фундамент на котором ваша история стоит и вы сразу же до на нее вокруг вокруг этого фундамента да вы накладываете накладывайте все остальное да если главных героев несколько да может быть такое несколько главных героев да то есть здесь надо посмотреть либо вы выводите одного какого-то главного героя на передний план либо вы у вас действует коллективный герой да такое тоже может быть до условно говоря как лига выдающихся джентльменов там куча героев но они все объединены единой целью да то есть они вместе идут и у них цель 1 грубо говоря у шерлока холмса и доктор шерлок холмс и доктор ватсон это один герой да то есть у них сюжетно у них одна цель хотя у них могут быть вполне до конфликты между ними да то есть у них цель раскрыть раскрыть тайну вот это коллективный герой может быть три героя может быть семь героев да сколько угодно да может быть действительно коллективный герой может быть в воду при более понятно да что то что я вам говорю да это фундамент это упрощение дальше идет усложнение Могут быть, может быть, несколько главных героев, которые параллельно, да, у нас такой чемпионат героев. И мы смотрим, кто из героев в итоге станет героем. Так было сделано, например, в Game of Thrones, да, именно в сериале, да, то есть серия книг еще не закончена, да, но в сериале там постепенно, там сначала непонятно, собственно, а кто герой. Да, вроде бы вот этот герой, потом вроде бы вот этот герой, потом вроде бы вот этот герой, да, потом два героя вышли в финал, Дейенерис и Джон Сноу, и мне было интересно, когда я последний сезон смотрел, да, кого сделают в итоге героем, по итогу сезона. Вот, я ставил на Джона Сноу, ну и выиграл, естественно, да, то есть Дейенерис перестала быть героем в какой-то момент, и остался только один. Вот, поэтому может быть так, да, если, например, это мелодрама, да, и пара героев он и она, то, опять же, это коллективный герой. То есть, ну, их цель какая? Какая их цель? Ну, их цель быть вместе, даже если они конфликтуют между собой, да, опасные связи, Шадорло-Долокло, там герои конфликтуют друг с другом, их цель быть вместе. Да, да, и при этом между ними конфликт. И вот они, да, они то вместе, то не вместе, то вместе, то не вместе. Окей, хорошо, идем дальше. Как вы думаете? Вот я вам дал семь вопросов. Какой из них самый главный? Какой из них сюжет образующий? Где и когда происходит действие? С какого события все начинается? Кто герой? В чем его цель? Кто ему мешает? Что он делает для того, чтобы достичь цели? И какой неожиданный результат он получает? Какой вопрос главный? Цель героя. Да, самое главное это цель героя. То есть, когда вы поняли, то есть, кино, любое кино, оно про что? Оно про то, что герой чего-то хотел и либо получил это, либо не получил. Вот определили, поняли, в чем цель героя. Все, поняли, про что история. Вот. Еще раз я подчеркиваю, я выше уже сказал об этом, да, у вас может не быть истории. Но может быть нолфикшн книга, в которой нет истории. Если вы туда добавляете историю, вы, естественно, шансы книги на успех сразу же повышаете. При этом очень часто авторы сами на своем тексте, да, они этого не видят, да. То есть, вот со стороны видно. Я на своих книгах каких-то, да, я свои ошибки сюжетные вижу только там спустя годы какие-то. Я оглядываюсь и понимаю, ага, вот здесь я сделал ошибку, вот здесь надо было по-другому сделать. Когда ты пишешь внутри книги, даже если ты прошаренный достаточно, ты этого просто не замечаешь. Вот. И некоторые вещи, да, я тоже осознавал постфактум. Да, например, пьеса «Убийца», там четко абсолютно структура построена на пути героя. Когда я ее писал, я даже концепции такой не знал. Вот. Постфактум оглянулся, посмотрел, блин, расписывается просто вот по пути героя только в путь. А, например, когда я писал «Газетчик, писатель, сценарист», да, опять же, я думал, что основной моделью будет путь героя. Но потом я увидел, у меня тоже незаметно для меня совершенно, в какой-то момент героиня начала выходить на первый план. И начиная со второй книги, с писателя, да, там главный герой уже далеко не Розанов, а Нина Шарова. Вот. И я это тоже, автор, как бы, ты офигеваешь просто. Герои начинают, начинают тобой управлять. И потом я увидел, что, опять же, когда разобрался с путем героини, я увидел, что, ну, книга построена на модели путь героини. Вот. Тоже такое бывает. Ну, естественно, дальше уже с опытом ты уже понимаешь, как работают эти модели, и просто берешь модель, и на основании этой модели строишь историю. Теперь поговорим о структуре, да, то есть вот у нас есть герой, который нам интересен, и герой идет к какой-то цели, преодолевая какие-то препятствия. Теперь, вот в этом пути, да, то есть вот это и есть фундамент, да, это прям вот основание. В пути, когда герой движется к цели, там тоже есть определенный набор событий. Когда я только начинал разбираться с тем, как пишется история, когда мне было там лет 14-15, я смотрел фильмы и выписывал, выписывал события, выписывал состав событий для того, чтобы понять, что, какие события повторяются. То есть, что должно быть в каждой истории для того, чтобы история работала. И потом, когда я поступил в университет и узнал про Пропа, узнал про Кэмпбелла, да, оказалось, что все придумано до нас. И наш факультет, кстати говоря, он находился, филфак, филфак Вологодского педуниверситета, он находился под очень большим влиянием структуралистов. И наши преподаватели, Сергей Юрьевич Баранов, который русскую литературу у нас преподавал, да, у него тоже был такой анализ структуралистский. И, соответственно, когда я диплом защищал, я тоже чертил вот эти огромные полотна. Я защищал диплом по повести Ремезова, Тристана и Изольда. И у меня были огромные полотна сопоставления сюжетов, да, состава событий самых разных версий Тристана и Изольда. Вот, и вот структура, да, есть при этом, да, что мы понимаем, что должны быть какая-то, должны быть какой-то, ну, единый состав событий, да, то есть должен быть какой-то архетипический вид истории. При этом существует около двух десятков структурных схем. И все они более или менее основаны на модели Кэмпбелла, да, а модель Кэмпбелла основана на модели Проппа. И кому-то больше подходит модель Труби, кому-то больше подходит модель Кэмпбелла, кому-то больше подходит модель Снайдера. И вот у себя в мастерской я делаю обзор этих структурных моделей, я их даю, все эти модели. Вот сейчас у нас идет сценарий полнометражного фильма, в соответствующем занятии мы до этого дойдем. Я просто дам все эти модели, сделаю обзор и дальше я не давлю как бы на участников. Я говорю, вы можете выбрать любую модель и по любой модели можете работать. Как бы я буду, я приму вашу работу. Почему? Потому что пока нет такого, что вот мы понимаем, что вот эта модель правильная. И значит в конце концов, разбираясь с этими разными моделями, используя их в своей работе, я понял, что они, ни одна из этих моделей меня 100% не удовлетворяет. Есть некоторые нюансы, которые, если ты берешь модель Кэмпбелла или модель Воглера и просто начинаешь по ней идти, она у тебя в какой-то момент перестает работать. Идет затык. И я решил разобраться и создать собственную свою модель. И мне хотелось, чтобы эта модель, она была прежде всего полной. Чтобы в ней были все элементы истории, которые нужны для рассказывания истории. Чтобы не было ничего лишнего. При этом, чтобы она должна была быть многомерной. Потому что существующие сцены, схемы, они очень линейны. В них нет никаких дополнительных измерений. А я точно знаю, что там есть по крайней мере два измерения. Эмоциональные измерения и сюжетные измерения. И они совершенно по разным законам работают. И в конце концов, мне хотелось, чтобы эта модель была красивой. Потому что это инструмент, который создает красоту. А он сам должен быть красивым. А и модель Кэмпбелла, вот эти 17, почему 17, это некрасиво. И модели Воглера, они не очень красивые. И естественно, что разрабатывая эту модель, я частично порядок и сами вот эти сюжетные элементы, я заимствовал у Кэмпбелла и у Воглера. Так что, называть ее 100% своей, я эту модель, конечно же, не могу. То есть, это скорее такая докрученная модель Кэмпбелла. Но она докручена довольно сильно. Там добавлены два новых измерения. При том, что схема стала меньше и она стала проще. Как это получилось? Итак, вот смотрите, вот она эта схема. Первое. Обычный мир. Плюс. Да, то есть, герой живет в какой-то обычной жизнью. Дальше. Второе. Я чужак в обычном мире. Да, то есть, герой в результате какого-то события осознает, что он в этом мире лишний. Да, первый. Обычный мир. Плюс. Чужак в обычном мире. Минус. Дальше. Зов приключения. Все понятно. Да, плюс. Четвертое. Отказ от зова. Минус. Пятое. Учитель. Плюс. Шестое. Начало путешествия. Минус. Седьмое. Союзник. Плюс. Восьмое. Погружение в бездну. Минус. Девятое. Обретение меча. Плюс. Десятое. Сражение с чудовищем. Минус. Одиннадцатое. Возвращение с победой. Плюс. И двенадцатое. Хозяин двух миров. Плюс и минус. Вот она структурная модель. Я ее вам сейчас сброшу в чат. И потом я вам ее докину в описание этого самого. В описании урока. Тоже не влезает в коммент. Тоже слишком длинная. Так. Нет. Не влезает, ребята. Она у меня в этот самый. Я в описании видео тогда вам ее добавлю. Насколько понятно? Понятно ли это модель? Или есть какие-то вопросы? Если то, можете задать. И сейчас я вот 12 элементов. Сделаю небольшой обзор. Расскажу, что это такое. Как это работает. Понятно ли модель? Ок. Идем дальше. Здесь 12 элементов. Они расположены немножко в другом порядке, чем у Кэмпбелла и у Воглера. Еще раз. Я подчеркиваю. Мне очень смешно бывает, когда я вижу, кто-нибудь в интернете пишет, что типа вот. Вот эта моя модель. Она уже достаточно широко распространена. Особенно инфобизнесмены. Потому что я неоднократно на инфомастермайндах эту модель показывал. И в инфоэлите. И так далее. Все люди, которые учат вас психологии, они с этой моделью знакомы, знакомы от меня. И есть варианты, как это в продажах используется. И я помню, один мой коллега, продюсер, значит, я ему дал ссылку на закрытый вебинар, на котором я излагал эту модель. И он говорит, я посадил команду, мы сделали расшифровку твоего вебинара, полностью изучили каждое слово. Кэмпбелло сделали, по этой модели сделали автовебинар. И он нам за первый месяц 3 миллиона принес. Вот. Поэтому эта штука работает. И когда кто-нибудь пишет, что типа вот, у Кэмпбелло есть модель Путь Героя, она состоит из 12 элементов. И я уже знаю, все понятно, сейчас я увижу свою модель. Это очень смешно. Вот. Потому что у Кэмпбелло другая модель немножко, там 17 элементов. И я обнаружил, работая в кино, я обнаружил, что в реальности там используется не тот порядок, который приводят Кэмпбелл и Воглер. Почему? Потому что ни Кэмпбелл, ни Воглер не являются сценаристами. То есть, они свою собственную модель не использовали. И они ее не понимали правильно, как это работает. При всем уважении и к тому, и к другому. А мне-то нужна была модель, которая работающая, которую я возьму, распишу и у меня завтра будет сценарий. И послезавтра его будут снимать. Теперь покажу, что здесь добавлено, где это спрятано. Прежде всего, смотрите, после каждого шага вы видите плюс или минус. Это оценка эмоций, которую должна вызывать эта часть истории у зрителя. То есть, если вы идете точно по структуре, вам будет легче вызывать эти эмоции. Поскольку в вашем распоряжении будут сюжетные ходы, которые изначально приспособлены для создания этих эмоций. То есть, обычный мир, он по природе своей идиллический. То есть, там плюс будет по-любому. Чужак в обычном мире, опять же, по структуре там будет негатив. И так далее, и так далее. Да, погружение в бездну, оно будет, там будет негатив. Вы не можете сделать ни негатив в погружении в бездну. Да, обретение мяча в любом случае это будет позитив. И в итоге у вас получается плюс-минус, плюс-минус раскачка по эмоциям. То, о чем я вам вчера говорил. Теперь дальше. Да, то есть, у вас возникает резонанс. Да, и вы зрителя вовлекаете в вашу историю. Но нужно ли говорить о том, что эмоциональное вовлечение, это и есть цель вашего фильма. Вот вам инструмент для создания эмоций. Этого уровня нет ни в одной структурной модели. Ни у Кэмпбелла, ни у Воглера, ни у Труби. Второе важное нововведение, которое я считаю, что очень как бы укрепляет эту схему, это внутренние опоры структуры. Давайте посмотрим отдельно нечетные шаги. Первое. Обычный мир. Второе. Третье. Зов приключения. Пятое. Учитель. Седьмое. Союзник. Девятое. Обретение мяча. Одиннадцатое. Возвращение с победой. Да, шесть элементов. И мы видим, что эти шесть элементов, они представляют некое воздействие внешнего мира на героя. Да, и расстояние между источником этого воздействия с каждым шагом сокращается. Да, то есть сначала это окружающий мир. Между миром и героем нет связи. Потом это зов, пришедший из этого мира. Потом это учитель, который находится в позиции наблюдателя по отношению к герою. Потом это союзник, который встает рядом с героем. Потом это меч, который является продолжением руки героя. И, наконец, это снова старый мир, который как-то по-новому реагирует на возвращение героя. Да, и все эти элементы связаны с позитивными эмоциями. Теперь давайте смотрим на четные элементы структуры. Второе. Я чужак в обычном мире. Четвертое. Отказ от зова. Шестое. Начало путешествия. Восьмое. Погружение в бездну. Десятое. Сражение с чудовищем. Двенадцатое. Хозяин двух миров. Мы видим, что здесь идет постепенное, пошаговое нарастание воздействия героя на окружающую действительность. Да, то есть сначала он делает что-то, что выдает в нем чужака в обычном мире. Потом отказывается от зова. Тоже негатив. Потом отправляется в путешествие. Потом погружается в бездну. Потом сражается с чудовищем. И, наконец, вернувшись в свой мир, делает что-то, что проявляет его вновь приобретенную власть над двумя мирами. По эмоциям здесь везде негатив. Поскольку герой, он, естественно, встречает сопротивление своему движению. И таким образом мы видим две параллельных линии. Да, то есть два вектора. С одной стороны нарастает воздействие окружающего мира на героя. С другой стороны идет встречное, ответное воздействие героя на мир. Постоянно нарастающие. И вот это и есть содержание истории. Это ее наполнение. Понятно ли это? Если понятно, напишите. Понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Как быть с автобиографией? У меня нет времени на это. Я очень часто в публичных выступлениях своих рассказываю историю своей жизни. По модели Путь героя. Делаю такую биографию. О том, как я стал кинематографистом. Живя в деревне. Я прошел свой путь герой. И не один. То есть несколько человек в течение своей жизни. Может пройти один путь героя. Может пройти несколько путей героя. И вот я рассказываю эту историю. И естественно она очень хорошо в этом смысле работает. Поэтому автобиография. Мы просто выбираем те события. Я не придумаю, не присочиняю события. Я выбираю из своей жизни те события, которые имеют отношение к конкретному сюжету. К тому, как я стал кинематографистом. Так. Есть. То есть, понимаете, мы рассказывая любую историю, мы из хаоса выбираем те или иные события, которые подходят к тому или иному сюжету. И когда мы оглядываемся назад на свою жизнь, у нас не структурированный, это такой не структурированный хаос жизни. Огромное количество событий, не связанных между собой. И вот этот не структурированный хаос, он тянет из нас энергию. И как только мы структурировали нашу историю, как только мы рассказали себе, про что была прожитая наша нами история, она сразу же нам дает энергию, она сразу же нас начинает заряжать. И то же самое и с этим самым. То же самое с историями, которые мы рассказываем. Да, с художественным произведением. А, вот Ангелина, очень хорошее замечание. Иногда читатели жалуются на шаблонную подачу сюжета. Смотрите, почему это происходит? Это происходит не из-за того, что у вас структура людям надоела, хотя и это тоже. Почему? Потому что нынешняя аудитория, самая начитанная, самая насмотренная аудитория за всю историю человечества. То есть мы сталкиваемся с огромным, сумасшедшим количеством, сумасшедшим количеством историй. Да, мы смотрим много кино, мы читаем много разных историй и в книгах, и в статьях, и в блогах, и так далее, и так далее. Мы ежедневно сталкиваемся с самыми разными историями. Естественно, что мы уже понимаем, да, что если там будет зов предключения, да, то человек от этого зова откажется, да. И если будет учитель, будет союзник, и так далее, и так далее. Естественно. Да, и из-за этого возникают и тестируются новые и другие интересные модели, о которых я чуть позже скажу. Да, то есть у нас там я в мастерской даю и модели там путь антигероя, и даю путь влюбленных, да. То есть их может быть, да. То есть вот это принцип. То, что я вам рассказал, это принцип. И по этому принципу я думаю, что таких структурных моделей бесконечное количество, бесконечное множество. И они все основаны вот на этой модели, на модели путь героя. Вот. И дальше вот это ощущение штампов, оно возникает не из-за наличия той или иной структурной модели. Оно возникает из-за штампованного решения. То есть, условно говоря, если вы рассказываете, даете какое-то сюжетное решение, которое человек видел уже 10 тысяч раз, вот возникает ощущение штампа, а не из-за конкретного сюжетного поворота. Вот. Как сцены в фильмах. Да, то есть ты видишь. Вот герои целуются, вот играет музыка. А, все понятно. Я это видел уже тысячу раз. Да. И диафрагма, да, сужается такая. Вот. Поэтому, да. Почему началось другое время сегодня? Я говорил об этом вам, ребят, вчера. Потому что меня с ребенком вызвали в школу сегодня на 12.30. Так. Ребят, идемте дальше. Посидите еще, поизучайте эту модель, да, побудьте с ней. Если походу еще какие-то вопросы возникнут, то можете мне завтра их задать. Именно по этой модели. Теперь дальше. Вторая, вторая важная тема. Тоже я хочу вам сегодня дать. Это тема путь героини. Изучая самые разные истории в самых разных культурах. Да, тут есть еще один нюанс. Я так вскользь его скажу, да, я дальше его развивать не буду. Тоже в мастерской я даю обзор разных структурных моделей в разных культурах. Они все достаточно интересные. Например, там в Индии важный элемент структуры это свадьба и важный элемент структуры это дети. Чего в западной культуре вообще нет. Африканские сюжетные модели, они вообще совершенно другие. Латиноамериканские тоже совершенно другие. И здесь есть такой европеецентризм. То есть я думал раньше, когда я читал Кэмпбелла. Кэмпбелл много занимался и восточными культурами, и античными культурами. То есть он все эти истории прошерстил довольно сильно. И я думал вот что. Вот эта модель, структурная, путь героя, она, что называется, выживает. То есть это модель, которая имеет основание в человеческой психологии. Соответственно, другие модели истории, рассказанные по другим моделям, они были забыты. А там, где была в основании путь героя, они остались в истории. И дожили до наших дней. Условно, гильгамеш, там, какой-нибудь божественная комедия, и так далее, и так далее. В разных культурах. Ирландские саги, исландские саги. Там везде кругом путь героя сплошной. Всякий кухулин с прыжком лосося. И вот все эти истории он проанализировал и обнаружил, что везде в самых разных культурах есть одни и те же сюжеты. Но потом я понял, что это ошибка выжившего. Что Кэмпбелл, человек западной культуры, он, изучая вот эти истории, он подгонял ответ, подгонял задачу под ответ. И на самом деле существует огромное количество историй в разных культурах, которые существуют тысячелетиями и которые вообще не имеют никакого отношения к пути героя. Особенно, например, в африканских культурах. Там совершенно другая. Там прям способ рассказывания истории, он такой горизонтальный. Там идет постоянное взаимодействие с аудиторией. И вся история на этом построена. То есть там такой вертикальной истории, в котором есть герой и автор рассказывает историю, а слушатели слушают. Там этого нет. Там постоянно идет взаимодействие с аудиторией. И, соответственно, я считаю, что вот этот культурный колониализм европейский, в дальнейшем американский, потому что европейская культура дальше транслировалась в Америку, и сегодняшняя Америка это такая новая Европа, откуда транслируется вот этот европейский миф, европейское представление о реальности транслируется дальше на весь мир. И через Голливуд, через книги-бестселлеры, перечисленных мной на первом уроке авторов, и так далее, и так далее. То есть идет такое подавление мировой культуры вот этим голливудским старителлингом. На мой взгляд, это не совсем правильно. Почему? Потому что дальше неизбежно, после того, как происходит подавление, неизбежно происходит деградация. Это мы видим прямо сейчас, сегодня на голливудских фильмах, которые большую часть из них сегодня смотреть совершенно невозможно. То есть не сравнить сегодняшнее голливудское кино с Голливудом 70-80-х годов. Почему? Потому что монополия, можно не стараться. И соответственно, вот говорим о европейском мифе. То есть мы с вами все-таки существуем в структуре вот этого европейского мифа. Есть определенные социальные предпосылки. Скажем, связанные с тем, что главным действующим лицом истории чаще всего является мужчина. То есть герой. Путь героя. И если появлялась героиня в мифе европейском, то она должна была, условно говоря, превратиться в мужчину. То есть Жанна Д'Арт должна, для того, чтобы стать героем, она должна отказаться от своей женской роли. То есть она не заводит романы, она не рожает детей, она не стоит на кухне, она одевается в мужчину и идет воевать. И проходит путь героя. В современном мифе, это, например, Лара Крофт. Героиня, которая идет и проходит путь героя. Но постепенно социальные предпосылки истории, они тоже начинают меняться. И особенно сильно эти изменения начинаются в 19 веке. Они уже есть там, уже начиная с эпохи Возрождения кое-где. Но в разных обществах появляются разные признаки этого. Но начиная с 19 века женщина, героиня, все больше и больше выходит на передний план. И пока что, если мы посмотрим на героиня 19 века, это такой бунт против социального давления мужчин на женщину. И этот бунт терпит поражение. То есть госпожа Баварий терпит поражение. Анна Каренина терпит поражение. И дальше постепенно вот эта война женщин за равноправие, она все больше и больше, то есть женщин, героинь становится все больше и больше и больше и больше. Но пока что женщина так или иначе в сюжете, для того, чтобы он был понятен, для того, чтобы он работал, должна, должна, кому должна? Ну, никто никому ничего не должен, да. Но есть определенное восприятие аудитории. Да, то есть женщина в истории, в нынешней, в сегодняшней ситуации, да, социальной, в европейской культуре, давайте сразу сделаю все возможные оговорки, она, для того, чтобы стать самостоятельной, она должна отстроиться от мужчины. Да, то есть она должна выйти из своей привычной роли женщины, из привычной роли жены. И только после этого, да, она может стать самостоятельной. И вот эта отстройка, да, для того, чтобы была отстройка, для этого рядом должен быть мужчина. Вот. И поэтому, если вы посмотрите, есть попытки делать истории, в которых действовали бы только женщины, они пока не очень убедительны. Да, то есть женщины сегодня воюют с мужчинами и продолжают воевать с мужчинами. Я считаю, что это в целом позитивная тенденция. Я вам говорил уже, что я являюсь убежденным феминистом, и за что я, и вообще я считаю, что 21 век главная тема это феминизм, это равноправие мужчин и женщин, да, за что я больше всего, конечно же, получаю от феминисток, как нетрудно догадаться. Но, тем не менее, в свое время пришла Марин Мердок, пришла на семинаре Кэмпбелла, не знаю, правда или нет, но даже как миф, мне очень нравится эта история. Она подошла к Кэмпбеллу и сказала, слушайте, гуру, какого черта, вот вы рассказываете историю про мужчин, а почему нет мифа про женщин, почему нет пути героини? И он пожал плечами и сказал, иди на кухню. Ну, нет, конечно, он не это сказал, он сказал, что женщина это приз для героя, то есть женщина не может быть самостоятельным действующим лицом. И она фыркнула, пошла и написала свою модель, Марин Мердок, путь героини, можете ее найти в интернете, я не буду сейчас ее цитировать. Долгое время, мне не нравится эта модель, сразу скажу, и я долгое время в мастерской просто отдавал эту модель и говорил, что ребят, не могу даже объяснить, чем она мне не нравится, но она мне не нравится, мне кажется, что она неправильная. Просто потому, что я не вижу подтверждений ни в реальной жизни этой модели, ни в литературных произведениях. Я ее просто не вижу. То есть это какая-то надуманная модель, которая реально неприменима. И долгое время я мучился с этим, и я все время говорил, что ребят, со временем, может быть, я пойму, как это работает. И мне разные люди писали, Александр, да все уже известно до вас, вот юнгианцы уже составили эту модель. Присылали мне, и там была какая-то полная ерунда. Вот, в итоге, много лет думая над этим, да, вот в конце концов, я сформулировал модель путь героини. Она структурно, она похожа на модель путь героя, и она состоит из следующих структурных элементов. Первое. Я счастлива в своем мире. Плюс. Второе. Открывается ложь моего мира. Минус. Третье. Я отказываюсь признать ложь моего мира. Плюс. Четвертое. Мир наносит мне смертельный удар. Минус. Пятое. Подсказка от старшей подруги. Плюс. Шестое. Я становлюсь мужчиной. Минус. Седьмое. У меня начинает получаться быть мужчиной. Плюс. Восьмое. Катастрофа. Минус. Девятое. Я использую мужскую стратегию. Плюс. Десятое. Мир разрывает меня на части. Минус. Одиннадцатое. Зеркало. Я вижу себя такой, какая есть. Плюс. И двенадцатое. Обретение целостности. Плюс и минус. Сейчас я эту модель тоже добавлю в описание этого урока, чтобы вы могли ее посмотреть и использовать. Кроме этого, я дам ссылку на мой вебинар на курсе «Практическая магия», на котором я в прошлом году впервые публично рассказал эту модель. Вот вы можете, если там захотите повнимательнее с этим поразбираться, сейчас уже просто времени на это нет, можете зайти и посмотреть. Опять же, должен оговориться, это гипотеза. Да, то есть, я не думаю, что это все финальная какая-то история, да, это высечено в граните и отныне должна быть именно, именно эта модель должна использоваться. Это гипотеза, гипотеза, предполагаю, да, то есть, мы все занимаемся исследованиями. Тоха Нефедов, например, он разработал замечательную, на мой взгляд, гениальную совершенно модель «Путь антигероя». Да, и это тоже гипотеза, да, то есть, мы все исследователи, мы разбираемся с тем, как работает история. Сейчас удивительное время, да, когда мы, как Адам, да, мы можем давать имена вещам. Вот, и потом, в дальнейшем, люди будут использовать эти модели. Что-то будет работать, что-то не будет работать. Если она будет работать, ну, она будет, значит, общепринятой, да, то есть, как моя модель «Пути героя» уже много где используется, как, собственно, основополагающая модель, вытесняя модели Кэмпбелла. Может быть, и вот с этой моделью будет так же, может быть, нет, я не знаю. Но, в целом, по крайней мере, это некая отправная точка для вас, да, то есть, когда вы будете писать вашу историю, да, вы можете взять либо модель «Путь героя», либо модель «Путь героини» и посмотреть, как события вашей истории будут раскладываться. И вам будет гораздо лучше, вы будете лучше понимать историю, да, и самое главное, вы не окажетесь в тупике. То есть, вы будете понимать, ага, если у меня сейчас вот этот элемент структурный, да, значит, следующий у меня должен быть вот такой. И вы будете понимать, что вам там делать. Вот, собственно, что я вам хотел сегодня рассказать. Понятно ли модель «Путь героини»? Или, если есть какие-то вопросы, я готов на них отвечать. Отвечать. Так. Так, да, я совершенно верно, друзья. Я как раз сказал о Мердок. Путь кота. Да. Путь кота. Я, кстати говоря, тоже, прикола ради, как-то составлял путь кота и постил его. Одиссея, да. Так, что-то у меня улетает, улетают комменты, не могу посмотреть предыдущие. Да, мой жизненный опыт доказательства неправильности модели. Этапы по длительности могут быть примерно равны или неважно. Может быть, по-разному. Так. Окей. Почему 3 это плюс? Смотрите, героиня счастлива в своем мире, да, плюс. Потом открывается какая-то ложь моего мира. Условно говоря, есть такой сериал The Good Wife. Да, там героиня счастлива со своим мужем, со своими детьми и так далее. Да, потом вдруг она узнает, что ее муж ей изменял, по-моему, и что его, он преступник какой-то, его сажают в тюрьму. Вот. И дальше первое, что она делает, она делает вид, что все как обычно. Да. И плюс, да, то есть она начинает вот эту ложь своего мира забрасывать какими-то иллюзиями. И это, естественно, плюс, да, то есть она, условно говоря, точно так же, как ни в чем не бывало, да, обедает со своими детьми, ходит, общается с подругами, да, и так далее, и так далее, да, то есть ведет себя как ни в чем не бывало. И поначалу у нее это, кажется, получается, да, поэтому плюс. А потом вдруг бац, и мир наносит смертельный удар. Потом подсказка от старшей подруги. Понятно, что это может быть не обязательно подруга, это может быть опра по телевизору, да, то есть или там книга прочитанная какая-то, да, то есть понятно, да, что мы не буквально, да, то есть это символические эти самые, символические ступени. Соответственно, да, вот я вам предлагаю подумать, сможете ли вы в вашу историю, в вашу, да, ну, посмотреть, кто у вас герой или героиня, да, и в зависимости от этого разложить события вашей истории по этой модели. И, возможно, вы совершенно по-другому начнете смотреть на свой сюжет. Кроме этого, да, понятно, что это центральная история, это центральный сюжет, грубо говоря, линия А, сюжетная линия А. Помимо этого у вас могут быть самые разные сюжетные линии, да, например, может быть разгадка тайны, да, то есть если у вас детективная история, то помимо этого еще герой может расследование какое-нибудь вести. Там отдельная технология, как это делать, я не буду сейчас на этом останавливать свое внимание, да, что может быть? Может быть любовная линия, да, то есть герой проходит путь героя, но еще параллельно у него любовная история, да. И там в мастерской я как раз-таки на курсе роман я даю свою модель путь влюбленных, где показываю там 32, по-моему, структурных элемента, показываю взаимоотношения, как развивается взаимоотношение персонажей, да. Может быть мистическая какая-то линия, может быть линия с какой-то дополнительной информацией, да. То есть все что угодно может быть. Сколько сюжетных линий может выдержать история? У меня есть гипотеза, что 9. То есть я, опять же, там я еще статистически не набрал материал, да, но больше 9 сюжетных линий я не видел. В целом нормально, когда их 3, может быть 4, чаще всего 3-4. Скажем, в фильме Тутси там 5 сюжетных линий. То есть я смотрю, как в фильмах это работает, смотрю в фильмах, естественно, меньше, в романах может быть больше сюжетных линий. Но все равно больше 9 я не видел. Надо будет как-нибудь задаться целью, посмотреть, посчитать, сколько сюжетных линий в Game of Thrones. Но там, мне кажется, что там есть, она интересно построена, там появляется сюжетная линия, заканчивается, закрывается, потом появляется другая сюжетная линия, да. Там, допустим, линия вот этого первого, который этот Боромир был, король, которому голову отрубили, да. Появилась его сюжетная линия и в конце первого сезона она закрылась, да. Дальше появляются другие, следующие сюжетные линии. Может быть такое. Соответственно, домашнее задание вам на сегодня проработать структуру вашей книги, составить оглавление. Можно его не постить. Опять же, я понимаю, что тут уже мы начинаем, да, не всегда хочется там в открытом доступе это все выкладывать. Просто в комментариях пишите. Оглавление составлено, домашнее выполнение. И завтра мы с вами будем говорить о основных стратегиях написания книги. Там три основных стратегии. Если все понятно, то напишите, что все понятно. Если есть вопросы, то задайте ваши вопросы. Так, вот пишу домашнее задание. Сегодня мы с вами интенсивный. Я боялся, что будет большое занятие, что не уложусь в полтора часа. И так испугался, что за 52 минуты все успел изложить. Классный вопрос. Героиня от героя чем отличается принципиально? Ну, понятно, что не полон, да. Героиня от героя отличается тем, что герой отправляется куда-то зачем-то. То есть у героя есть какой-то недостаток. То есть ему чего-то не хватает для того, чтобы обрести целостность. И для этого он отправляется куда-то. Да, он совершает путешествие. При этом это может быть метафизическое путешествие. Да, он может реально никуда и не отправляться. Вот. А героиня, это всегда про самопознание. Да, то есть у героини в отличие от героя уже все есть. Да, то есть герой он ущербный. Да, то есть у него чего-то не хватает. Героиня, у героини есть все. Да, героиня это такой ядерный реактор. Но, когда она пытается научиться управлять своим ядерным реактором, она превращается в ядерную бомбу. Вот. И, соответственно, в итоге, обретая свою целостность, да, она учится управлять собой. Она учится понимать себя. То есть путь героини, он всегда про самопознание. Да, то есть он про то, что героиня понимает, что у нее уже есть. В отличие от героя. Вот самое главное. Да, завтра в 12 вебинар будет. Можно ли раскачивать эмоции сменой стиля писателя написания в нонфикшн? Это аттракцион. Нет. Там раскачки по эмоциям не будет. Аттракционы очень быстро надоедают. То есть, ну, вы можете, представьте, что у вас шрифт меняется. То есть, конечно, внимание вы будете этим взбадривать. Но после того, как вы это сделаете второй раз, все, вы зрителя потеряете. Поэтому нет. Так, могут ли, могут ли быть соединены, могут ли быть соединены путь героя и путь героини? Не знаю. Понятия не имею. Я не пробовал. Мне кажется, что нет. У меня есть гипотеза, что нет. Другое дело, что я думал, а можно сделать такую историю, в которой герой бы проходил путь героя, а героиня путь героини? Может быть, можно. Тоже. Не знаю. Не видел таких примеров. Самого у меня, как бы, ну, желание написать такую историю не возникает. Так, путь героини. Вашу версию так хочется узнать в развернутом герой. Ссылка у вас перед глазами на вебинар, на котором я ее подробно рассказываю. Можно ли героиню повести по пути героя, а не героиня? Конечно, можно, разумеется. Я вам об этом говорил. Жанна Д'Арк идет путь героя. Кто еще? Лара Крофт идет путь героя. Есть очень много героинь, которые проходят путь героя. Путь героя наружу, путь героини вовнутрь. Да, совершенно верно. Да. Мужчина может пройти путь героини? Да, есть такой фильм Крамер против Крамера. Тоже, понимаете, очень... Здесь надо быть очень осторожным, приводя примеры. Почему? Потому что... А что, если это исключение? Да, то есть, должно... Надо найти несколько фильмов. Да, например, вот путь героини Марин Мердок. Все всегда анализируют один и тот же фильм. Эрин Брокович. А что, если фильм Эрин Брокович – это исключение? Да, что, если это один единственный фильм, в котором вот эта модель Марин Мердок работает? Да, почему, если эта модель работает, да, почему не снято 10 фильмов Эрин Брокович? То же самое Крамер против Крамера. Да, там герой проходит путь героини. Если это возможно, почему таких фильмов не 10? Почему их не 100? Почему только один? Вот. То есть, это интересно все с этим поразбираться, посмотреть. Но я, опять же, говорю, что я эту модель, на самом деле, ну вот буквально год назад я ее сформулировал для себя. Да, и я ее до конца еще не отработал. Я отрабатываю в своих текстах, над которыми я работаю прямо сейчас. Но это все дело небыстрое. То есть, это на 10 лет задача. Но в моей книге писатель, героиня Нина Шарова проходит путь героини. Поэтому, ну... Красная шапочка – это путь героя или путь героини интересен? Хороший вопрос. На мой взгляд, путь героя. В Москва слезам не верит. Вот сейчас на вскидку не могу сделать анализ. Надо посмотреть. Мне кажется, вот Москва слезам не верит скорее близко. Да, то есть, еще, смотрите. Я вообще в разных жанрах, да, там могут быть другие модели. Например, Красная шапочка – это хоррор в чистом виде. Вот. И там другая совершенно модель. Я, когда делал курс по хоррору, я разработал структурную модель «Путь жертвы». Да, то есть, чем жертва отличается от героя. Да, то есть, жертва является объектом воздействия каких-то сил. Да, и она пассивна. Да, то есть, не она является... Да, цель жертвы какая? Выжить. Вот. И, соответственно, она либо выживает, либо не выживает, либо гибнет. Вот. И, соответственно, там тоже свои отдельные совершенно структурные элементы. И более того, я думаю, что в итоге мы придем к чему? Мы придем к некой периодической системе структурных элементов. Да, и мы увидим, что в разных жанрах, да, то есть, у нас могут быть разные структурные элементы для разных жанров. То есть, для комедии будет одна структура, для хоррора будет другая структура, для мелодрамы будет третья структура, для боевика там будет четвертая структура. Да, то есть, вот этот универсализм, да, он превратится в некую более сложную структурную модель. Вот мне кажется так, что мы вот к этому придем, да, то есть, что у нас будет там с десяток структурных моделей для разных жанров. Может быть, вот так вот. Может быть, будет вот так вот в итоге, да. Да, то есть, я возьму и так вот сопоставлю вот эти несколько моделей рядом, да, и мы посмотрим тоже что-то, что-то может быть интересное увидим. Да, но здесь, опять же, работа исследовательская продолжается, поэтому посмотрим, к чему мы придем к этому. Окей, ссылка на вебинар про путь героини прямо у вас перед глазами, она в описании видео. Хорошо, друзья мои, еще раз напоминаю о том, что идет набор на онлайн-курс по написанию романа, который пройдет с мая по конец года, перед Новым годом, там последние занятия пройдет. Большое спасибо вам за внимание и увидимся завтра в 12 часов дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok